Плановый ремонт энергоблока номер 1 Итоги международного конкурса «Атомный Пегасик» На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 1977 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. 5 июля энергоблок номер 2 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность после приведения планового среднего ремонта. Работы были завершены с опережением графика. С 5 июля находится в плановом среднем ремонте энергоблок номер 1. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 6 дней июля составила более 289 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано более 10,8 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 214 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 5 июля в соответствии с графиком ремонтной кампании на 2020 год в средний ремонт выведен энергоблок номер 1. Планируемый срок ремонта – 80 суток. Предстоит выполнить более 500 видов работ, в том числе внутриреакторный контроль, а также модернизацию систем и оборудования. Новый творческий проект «Атомный Пегасик», организованный фондом АТР-АЭС при поддержке концерна «Росэнергатом», стал одним из самых популярных среди юных талантов атомных городов. В этом году на конкурс было заявлено около 600 детских работ. Достойное место среди них заняло творчество десногорцев. Учащийся школы номер 4 Александр Васин стал победителем конкурса в номинации «Лучший рассказ». Он сочинил увлекательную сказку о мирном атоме «Приключения Атомки и Атома». В номинации «Лучшие иллюстрации» лидировали Лев Баглай, первый класс школа номер 2 и Алина Ципровская, восьмой класс школа номер 1. Конкурсная комиссия отметила ребят, произведения которых также войдут в сборник «Когда закончилась война». Среди них работы десногорцев Арины Ивановой, Анастасии Кобзаревой, Дарьи Молдавановой, Софии Семеновой и Дарьи Титовой. В этом году организаторы конкурса добавили еще одну номинацию «Лучший учитель русского языка и литературы страны Росатом». Победили в ней 23 педагога из атомных городов, в числе лучших и учителя десногорских школ – Ирина Руденко, Виктория Буданова, Олейся Рачек. Финальным этапом конкурса станет литературная смена с 15 по 26 августа в детском оздоровительном лагере под городом Неман Калининградской области. Его участников ждет обширная творческая программа, в том числе постановка спектакля по произведению одного из победителей. Его планируется поставить на сцене старинного театра «Телезит» в городе Советск и показать в прямом эфире на одной из онлайн-платформ. 75-летний юбилей атомной промышленности планируется отметить грандиозными концертами с известными артистами, которые выступят в атомных городах. У жителей есть возможность определить, каких артистов и музыкальные коллективы они хотят видеть на праздничном концерте. 6 по 10 июля проводится серия из 8 голосований, разбитых по жанрам и периодам творчества. Принять участие в них можно через мобильное приложение «ГСР» в разделе «Городские голосования». Необходимо авторизироваться. В завершении будет составлен шорт-лист исполнителей, которых пригласят выступить в городах присутствия «Росатома». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте «Росэнергоатом.ру», а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова